В Red Dead Online существует два способа участвовать в PvP. Первый это в общей сессии, когда вы с друзьями перевозите телегу. А второй способ это когда вы участвуете в режимах противоборства. Сейчас в этом ролике я расскажу какой билд лучше использовать каждому члену команды, какой с этого профит. Ну и в целом с вами Хотика, Хотика и Сократ, погнали! Перед началом я хотел бы сказать, что выпускать отдельный ролик про танк и билд и саппорт билд не имеет смысла, а проще расскажу сейчас. Соответственно танк и билд это мы понимаем, что мы используем медленно, но верно. В этом также мы используем либо снайперские винтовку, либо оружие ближнего боя, дробовики или пистолеты. Про саппорт билд тут все очень просто, источник вдохновления и все что нам нужно для поддержания меткого глаза и так далее. Теперь, когда мы разобрались с тем, что нужно использовать, скажу, что в Red Dead Online самый отвратительный подбор соперников, самый отвратительный подбор карт, его здесь просто нет. И вы с друзьями не всегда даже сможете играть в одной команде. Я больше чем уверен, что вы сами с этим сталкивались, когда заходили с друзьями в противоборство и вы оказывались в разных командах. Даже если в начале вы выбрали одну команду, вас раскидывают в разные. Подбор соперников также ужасный. В вашей команде могут быть одни третий, пятый, десятый ливилы в противоположной команде, 140-й и так далее. Понятно, что ливил ни на что не влияет, но тем не менее общая ориентированность и представление, что надо делать в игре, все-таки у высокого ливила больше. Соответственно, что же делать в этой ситуации? Да ничего, ничего. Спасибо большое, Rockstar. А после того, как мало ли так получилось, что вы попали все в одну команду или вы участвуете в противоборствах изначально в одной команде, я рекомендую использовать билд танк, билд саппорт и, соответственно, билд дд. Лучше использовать два дд. Ну, если вы играете втроем, как мы в данном случае, то мы, соответственно, использовали одно дд через меня, через раскрасть в черное. То есть я очень часто использую это в своих фрагмовиках видео. Вы наблюдали, что я играю с луком и ставлю метки, стараюсь ставить их только тупо на голову. Какая тактика? Танк выходит вперед боя, значит, под тониками саппорт где-то в сраке мира прикрывает его источником вдохновения. И дд находится посередине между ними, и задача танка как можно больше на себя сагрить людей, задача ддхи как можно быстрее всех вырубить. В этом случае действительно люди агрятся на первую цель, а не на последнюю. И он, находясь под танком билдом плюс источником вдохновения, когда ему восстанавливается хп, выдерживает на себе просто тонну попадания. После фикса, когда нельзя использовать тоники во время меткого глаза, этот билд как-никак спасает. Я имею ввиду, саппорт билд спасает в этой ситуации. Вы видите это сейчас на своих экранах, как танк выдерживает сотню тысяч попаданий в него, и в этот момент я всех раскидываю. В идеале также иметь меткого гаденыша, который просто бегает по точкам, либо собирает фраги просто под метким глазом, и все, ему даже не надо нигде участвовать. Он, так сказать, сам по себе обособленная единица. То есть, ваша тройка наводит шухеру и уничтожает всех фактически у выхода из базы, а меткий гаденыш, соответственно, делает всю грязную работу. Таскает флаги или кидает мины, в зависимости от миссии противоборства. Ну и раньше я рассказывал в своих роликах о том, что эта игра не про пвп и так далее. Я теперь соглашусь с тем, что игра все-таки про пвп, да, и участвовать здесь можно нормально и адекватно. И эта игра не для команды. В команде здесь делать вообще нечего. То есть, по большому счету, Rockstar ограничил нас перевозкой тележек. Мы даже не можем выбрать карту, которую хотим играть в режимах противоборства. Мы не можем выбрать команду, в которой мы хотим участвовать. Нас просто генерируют с рандомными врагами, даже если вы загрузились со своей командой, повезло так повезло, не повезло, вас раскидало. И в итоге что? В итоге то, что в пвп-то участвовать мы можем. Да, а снайперк это не особо-то в пвп-противоборствах доминирует. Но, тем не менее, с друзьями насладиться этим моментом не получается. Более того, мой вот этот билд на команду не работает в общих сессиях, потому что там слишком открытое пространство. И танк тупо не добежит до цели, да и вырубит его со всех сторон. Но там танк использует снайперскую винтовку, в отличие от ближнего боя. Метки гаденыш там тоже особо погоды не сыграют. Ну а про саппорт я и молчу, потому что два выстрела или три выстрела со снайперской винтовки пройдут быстрее, чем отрегенит саппорт здоровье. И, к сожалению, никак саппорт не влияет на интервал между выстрелами. То есть, я думал, что если выстрел произойдет, допустим, с откидным затвором и вы под тониками, то после следующего выстрела саппорт должен хоть чуть-чуть дать здоровье по тому, кому стреляют, для того, чтобы пережить еще одну пулю. Так этого тоже не происходит. Поэтому, по большому счету, наличие саппорта в общей сессии также бесполезная затея. Поэтому получается, что в общей сессии доминируют луки и оружие дальнего и среднего боя. С пистолетами мало кто будет добегать до цели. Как я говорил, что надо включать голову, а не включать мозги в целом, а не надеяться на дальность стрельбы. Бежать до цели короткими перебежками от укрытия к укрытию. Этого тоже мало кто делает. Все в основном берут винтовки и идут по легкому пути. И тем не менее, во время нападения на телеги бывают интересные события. Но происходит это тоже крайне редко. Короче, извините за это нытье, которое сейчас идет последние две минуты в этом ролике. Я лишь хотел высказать свою политику, что в противоборствах, в режиме противоборства, нужно и можно играть с командой. Из-за исключения, да неизвестно, кинет вас в одну сторону или в другую. Даже если против вас будет другая команда, которая сидит в голосовой связи, общается. Не факт, что они будут вместе с вами, может быть, их членов команды тоже раскидать по разным серверам. Короче, вот такая убогая система подбора, но интересные билды. Надеюсь, они хоть кому-то помогут разнообразить, опять же все-таки говорю, разнообразить игру в Red Dead Online. Потому что делать тут, скажем, днем, соответственно, все меньше и меньше хочется. Но этот красивый мир манит меня обратно. Скоро у нас будет продолжение турниров внутри Готики. Готики. Принимай участие. Заходи в Дискорд. Все ссылки в описании. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok